Скажите, кто вы там? Система, способствующая строению энергоформы, абсолютно. Система небытия или что? А, нет, система небытия была в использовании 2%, около 1,5%. То есть мы тебя пока не знаем, как назвать, да, система? Система возникновения, в принципе, эфира. Соответственно, она срабатывает на наполнение одномоментно, но это больше ярко выраженная форма энергетика. Ладно, вот скажите по поводу вопроса, который задала Светлана, о том, как включить в себе вот эту функцию, вот эту кнопочку, которая поможет Светлане расформироваться на мелкие части и снова сформироваться. Кстати, очень схожа с системой небытия. Вот эта система небытия – это то, что породила абсолют нашу Вселенную. Как раз-таки эта система и есть вот этот функционал, и есть, и нет. То есть она вырабатывает и вбирает. То есть сама система функции быть-не-быть, быть-не-быть. Одновременно можно быть и не быть. Вот, кстати, это хорошее сравнение с этой формулой, о которой говорила Светлана, что разобрать себя на части и снова собраться. Она, в принципе, может передвигаться и по-другому, не обязательно это делать. Хотя строение поля – это несколько способов. Первый, второй, третий и четвёртый. Расскажите про эти способы. Первый способ, если она через целеполагание, опять же, возьмёт и целеполаганием зайдёт в СОН, целью. Не просто от цели. Выстроила цель – взять эту программу. Зашла в СОН, в оцифровку, собственно, да? В познании у неё есть. Соответственно, в этой системе она сможет разного рода вариаций выстраивать, в принципе, своей судьбы. И здесь, в этой системе, можно выстроить структуру телепорта и сработаться с ней в долгом сроке достаточно хорошо. Телепорт в виде энергоперемещения или физического перемещения через разные материальные плотности? Это в виде сборки, сборка и опять разбор, сбор, разбор. Но в моменте будет проекция физики всё равно здесь присутствовать. Это очень странное явление. Это и быть, и не быть. Ну, то есть это состояние быть, не быть. Такая проекция, которая в вибрационном составляющей выглядит как волна. Так, ещё раз подробнее, непонятно. Каким целеполаганием она заходит в СОН, выстраивает себе целеполагание? Я хочу проходить через стены. Всё, осознание приняло, выстроила цель. Дальше. В теле формируется такой функционал, да, на уже основе этого осознания. И что? Она, подходя к стене, что ей нужно сделать? То есть в реальности вот она проснулась, подошла к стене, что ей надо сделать? Сейчас объясню. Тут в самом СНЕ ей необходимо в проекции выдавать энергии. Что имеется? То есть строение системы телепорта, она выстраивает телеполагание, проекции, выдает энергетику от себя и срабатывает здесь уже как автоном в принципе в перемещении. Поэтому достаточно свободно и легко берёт. Это она только во сне так может перемещаться или без состояния бодрствования? А мы сейчас перейдём к следующим. Вот тут у меня четыре способа могу сейчас сегодня сказать. Давай. Если без сна, без использования этого намерения, соответственно, здесь назовём сон, а здесь проекция с открытыми глазами, в сознании находясь, через телеполагание, через выстраивание формы. Внешне это будет выглядеть как расфокусировка, схожая с медитацией, но не медитацией, это больше расфокусировка, соответственно, необходимо… Рассредоточение себя на мелкие части. Да, сейчас по-иному скажу. То есть она заходит целеполаганием в строение организма и путём перепрограммирования самостоятельно, как сам с собой компьютер, проработки находясь, формирует такой энергоряд, который её расформатирует в принципе. И в этот момент тут тоже небыстрая форма, тут надо инструкцию целую писать. Соответственно, дальше уже точечные-точечные такие звенья идут, и дальше уже она сфокусироваться сможет в реалистичном мире, в эволюционном плане, в матрице, на форме, где должна быть. То есть куда целеполагание? Она целеполаганием входит, скажем так, в осознание себя, выстраивает такое целеполагание. Я сейчас расформирую себя по молекулам или как, или по клеткам, да, как там она себе должна представить. И целеполаганием она выстраивает это, то есть она расформировается, и уже целеполаганием выстраивает то место, где она хочет сформироваться, да, и там она уже себя собирает. Для начала целеполагания куда, дальше точка сборки проецирует эту форму, это находясь в одной точке сборка, меняется матрица, она заменять матрицу может. Я понимаю, что она заменяет матрицу, просто цифровой код матрицы меняет, и все, то есть она никуда не перемещается, это понятно. Но ей как вот объяснить сейчас, если она, ну скажем так, не интересовалась, да, познанием матричного кода и цифровой матрицы, то есть для нее как выстроить для осознания вот целеполагания, я ощущаю себя, каждую клеточку своего организма, я есть вся эта энергия, я сейчас в данном моменте энергию расформирую на мелкие части, я себя рассредотачиваю, затем я выстраиваю целеполагание, я хочу находиться в Париже, например, и я себя там собираю, да? Не совсем так, не совсем так, точка сборки у нее именно позволяет ей собираться, в принципе, в любой системе, сама точка сборки. Соответственно, заходит через целеполагание, куда, дальше проецирует себя в своей же точке сборки, то есть нахождение делает это как капсула для передвижения, собственно, и эта точка сборки группируется ей как сплошная энергоформа, это как раз воплощение, в принципе, в мире, и после этого нужно даже на сегменты разделять, по-другому срабатывает, не про вот это, не про взрыв, да, на мелкие кусочки, при взрыве там будет нарушено, так не надо делать наоборот, то есть систему энергетики выстраивает таким образом, что оно, превращаясь в развоплощенную форму тела, срабатывает как… Просто делает замену матричного кода пространства и оказывается уже в ином пространстве, да? Да, в том числе, но основа все равно должна быть здесь заложена такая, что ты в корне меняешь, в принципе, всю систему. Соответственно, должно быть понимание, что здесь и сейчас мы находимся, но здесь и сейчас нас, в принципе, нет. Соответственно, мы сейчас здесь сидим, но мы и не сидим. Соответственно, мы здесь смотрим, мы физика, мы не физика. Соответственно, здесь множественное число, здесь сознание, должна быть глубокая проработка и переформатирование, в принципе, клеточной составляющей. Это после посещения уже шестой чакры белуха, она спокойно сможет этим заниматься. А какие еще там способы есть у вас? Еще два способа остались. И третий способ, это можно сделать вот как сейчас в комплекте. Здесь есть, первое, это опять цель выстраиваем, тут в принципе у меня везде цель первоначально. Дальше концентрат энергетики вначале включать на потребление со всех чакральных форм одновременно все тело подключать и все чакры. И третье через выработку энергетики в обратный ход. Здесь когда, то есть сначала на прием, потом от себя, и на прием от себя, на прием от себя, на прием от себя. И если так выводить достаточно долго, сосредоточенно, то вырабатывается определенного рода даже гормональный фон в замене производится. Тут не только строение зубов будет обновляться, здесь будет все в принципе переформатироваться. И в этой системе она спокойно может оцифроваться в другой форме. В другом пространстве, да? Верно, тут нужно следить за тактом дыхания, четкая считка должна быть, потому что это как, когда поезд-то едет тоже, у него стучит, да? Это примерно схоже, сейчас не с чем даже сравнить у вас здесь. Соответственно, нужно так держать и формировать телеполагание такое. Соответственно, срабатывать одномоментно всеми чакральными формами. Если одну чуть-чуть припустила, то уже не срабатывает. А так, в принципе, сейчас ей можно это тоже делать. Ещё есть какой способ? Огласите весь список. Сейчас посмотрим. Если говорить о передвижении, опять же, она много что может, не только про это речь. Тут, в принципе, благое тело можно испытывать. Потом расскажите, что она ещё может. Можно испытывать хоть что, благостная экспериментальная форма. Доказательно. Понятно. У нас с тобой не такие тела. И дальше. У нас целеполагание другое. Верно, верно. Всё так. И, соответственно, если мы на четвёртую форму посмотрим, каким образом, это можно уже сейчас, нет, это чуть попозже, примерно год-полтора. Через год-полтора у неё будет, в принципе, заменяться, как радиус движения. Как это объяснить? Минутка. Радиус. Сдвигаться будет радиус формирования. Даже подходящего слова нет. Сдвигаться будет строение матричного кода, но не про это сейчас, не так. Сдвиг, всё равно сдвиг – правильное слово. Сдвигаться будет параллельности. Что имеется в виду? Как объяснить? Да. Если мы находимся в параллельных мирах, то будет происходить сдвиг, и возникнет такая система, это у неё скоро будет, ну достаточно скоро, и будет производиться такая форма, что она ясно почувствует и поймёт, что она сформирована абсолютно по-другому. Соответственно, прочувствует, про что мы сейчас с тобой говорим, что она программа, и ясно увидит, где её, в принципе, измерение находится на самом деле, её точка сборки, не здесь. И дальше, почему она здесь, это тоже отдельный вопрос. И, соответственно, как раз вот это время ей позволит принять все формы энергии на Земле автоматически, даже без сборки по чакральным горам. Но в связи с чем? Тут к ней в проекции войдёт ещё одна форма, которая сделает её глубочайшие знания научные, сформированные и концентрат, концентрированные, что возникнет такое понимание, что моя точка сборки во всех местах. Я есть вездесущая. Здорово. Типа этого, да, но немножко не так, не совсем так. Это, если бы я сказала, что само строение Земля и есть и она. А как это связано? Это во взаимосвязке, это выглядит, что она есть сама энергия. Это не развоплощение при этом, но и при этом такая цифровка. Тут сложно объясняемая формула, потому что такого даже набора слов, наверное, нет. Либо надо смотреть, какие у вас слова есть, подбирать, чтобы схожим было считку делать. Это, находясь в моменте здесь, сегодня и сейчас, я в заданной формуле в своей системе имею возможность развоплощаться и соединяться, и структурно наполняться одномоментно, и оцифровываться ещё в других местностях. Так теперь понятно? Ну, более-менее. То есть параллельно находиться в иных плотностях, в иных местностях, и здесь находиться, тоже развоплощаться и соединяться, и своим сознанием воспринимать, что я есть каждое, скажем так, всё пространство Земли. Ну, классно. Да, это не совсем то, что любить всю Землю или считывать высокие вибрации, не совсем так. Это по-другому и иная программа. Ну, это познать только сможет Светлана, потом нам расскажет. Ну, вы тоже медленно стремитесь к этому, поэтому... Расскажите, пожалуйста, какие ещё возможные функции она может, ну, скажем так, как аватар уже иметь и воспроизводить, и производить из себя. Да, какие ещё функции в этом теле есть у неё? Так, какие ещё функции в этом теле? Ну, может, проекции выставлять, разблокировки делать, многофункциональная форма. Ну, что имеете в виду? Поподробнее можем? Ну, например, так, что, например, если взять как пример тебя, что может сделать она в проекции в отношении тебя? Она может, во-первых, твою структуру наполнять вибрационно, хотя у тебя и так предельные дозировки, но если сверху взять, то прочувствуешь ещё и другие элементы. Дальше она может... Ладно, мы в этом, в мае поедем в Сочи. Ждите нас в гости. Мы с Леной приедем в конце мая. Давайте встречаться. Давайте, давайте. Поговорим. Соответственно, что она ещё может в отношении тела? В отношении тела она может, в принципе, тебе взамену делать целеполагание. Это не переформатирование. Она может считать истинность событийного ряда, в скрепке сделать и, соответственно, спроецировать уже ту форму, которая в действительности... Это не как Богородица в рушках всё время тебе говорит «будет-будет», а потом «отодвигает», «будет-будет», потом «отодвигает». Потому что Богородица в моем плане, а Светлана уже в материальном плане, и она как архитектор может сформировать внесобытийный ряд, да, любое событие. Потому что Богородица, она поступательно идёт. А если она тебя ведёт, ты должна этого в точке событий собрать. Опять собрать, опять собрать. И только потом будет сборка, результативность. Поэтому тебе кажется, что у тебя цели в жизни поменялись. На самом деле такая цель и была. А Светлана может... Светлана может быстрее, да? Совсем быстрее. Она может как раз истинность открыть и сформировать, в принципе... Ну, это как раскрыть сознание одномоментно и материализация, в принципе, желания. Ну, здорово. Истинного желания, ненаслойного. Уже без этих сгруппированных цепочек, подъёмов по лестнице. Сразу раз и всё. Достаточно энергии просто. Вот в чём смысл. А что ещё может? Что ещё может? Может... Может проекции выставлять, сдвигать матричные коды, в принципе, архитектура. Ну, что это имеет в виду проекции выставлять? То есть формировать пространство, не знаю, там, сформировать дом какой-то или что? Какие проекции? Как группировать, если она целью задастся, группировать так энергетику, что в проекции будет в алюзорном фоне вибрация показывать определённого рода сюжетную линию? Ну, по-русски, я не понимаю. Есть там русские слова? Если мы не понимаем, я думаю, мало кто вообще нас может понять. Ты меня сама распаковываешь. Я тут уже как компьютер разговариваю. Меня муж не узнаёт. Ну, кто виноват, что внутри тебя они сидят? Ой, хочу быть просто девочкой. Да-да, мы тоже все хотели быть. Ну, и чего, как это формировать? Что ты сказала проекции? Ну, например, хорошо, захотела ты поехать на море. Ну. Возможности нету. Сейчас мы не говорим про материализацию мечты, про финансы. Она может тебя... И не про передвижение туда, да, чтобы ты всплеск волны почувствовала холодок. Не телепортация, короче, да? Не медитация. Это чуть по-другому. Она может выстроить тебе такой алюзорный фон. Это в том числе материализация, она такого не силового метода совсем и быстровременная. То есть будет в оцифровке видно, причём конкретно считываться, что это море у тебя в окне на леву. Класс. А как она, целеполаганием должна выстраивать или как-то формировать энергетически? Что она должна делать? Она должна делать. Это интересно, потому что у меня тоже в окно не очень смотреть. Света, сделайте на море за окном. А почему вы так же? Что, вам жалко, что ли? Сделаю, сделаю. В мае приедете, встретимся, сделаю. Мы всё попробуем. Всё, что они показали. Мы должны это попробовать в реальности.